Всем привет, чувачки, с вами Милл Скелл и Пошистый Валк. Всем привет, чувачки. Мне пришла хорошая... Хорошая? Плохая. 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 Мне пришла в голову идея заснять фанфики, которые мы напишем сами, друг про друга. Что может быть хуже? В общем, я надеюсь, этот ролик будет очень интересный и угарный. Ну, я в этом уверен, но... Нормально. Это фанфики. Так что садитесь поудобнее. Берите чашечку. О, я тебе, кстати, сделал. Травлю. Ой, как заботлив. Женя приболел. Так что берите чашечку горячего напитка, садитесь у холодного окна и смотрите фанфики. Будет жаришка. Смотрите горячие фанфики. Мы написали каждый по два фанфика. В этом ролике будет Женин фанфик и мой фанфик. А потом у Жени на канале будет фанфик мой и Женин. Текст по-дебильному написал. Так что подписывайтесь на Женьку. Ссылка будет в описании. И давайте же читать. Женя будет первой. Антон, надо, чтобы ты... Я писал фанфик так, чтобы Антон его начал читать. И вот там именно... Я так и собирался. Подожди, я хотел тебя вот, типа, удивить правила какие-то там. Я буду читать историю, фанфик, то, что написал Женя. А Женя будет читать мое. И я писал так, и Женя так писал. Ну, чтобы было как-то угарно, я так понимаю. И ставь только медленно. И выразительно главное. Поезд. Поезд. Акт первый. Колокольчатый. В главных ролях. Жетон и другие. Чучух-чучух. 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 Женя просто сюда приехал, между прочим, на поезде и писал этот фанфик в поезде. Он жизненный получился очень. Процентов на 50, конечно, там не все правда. В воздухе витало чувство, будто что-то вот-вот произойдет. За окном привычно проносились деревья и простирающиеся. Ха-ха-ха. До горизонта. Проще написать. И до горизонта поля. Заботливо укрытые утренним дымком. Утренней дымкой. Это такой туман, когда-нибудь небольшой. Тут было проще писать, да? У меня там так безгромотно могу написать. И поэтому литературные обороты. Я пытался, знаешь, не использовать постоянно депричастные обороты. Типа, этот-это, а этот-вот-это, этот-вот-это, и они вот это. Типа, я пытался так не делать. Чисто мои все фанфики обосрал. Это наши дебютные фанфики или ты писал? Да, я последний раз писал лет 10 назад в школе что-нибудь. Фанфик? Сочинение. Это наши первые фанфики. С дебютом. Это наш первый раз. Умею бы ставить человека в неловкое положение. А ты сейчас вообще на стуле стоишь, на коленях. Умеем ставить человека на... Я вот такого положения, если что. Женя низенький, но на табурете нормально. Да, да, да. Ты как это вообще сделал? Не был бы таким тупым, закрыл бы за собой дверь. Ты хотя бы понимаешь, как ты крупновлип? Ха-ха-ха. Чего? Я всего лишь своровал лотерейные билеты. Ты хотя бы в курсе, сколько можно выиграть благодаря им? Это же Рапида. Топ-3. 12 на 24. Ой, да ладно, давайте просто билеты верну и вы меня отпустите. Конечно вернешь, но дождемся полиции. На самом деле воровать билеты сейчас нет смысла. Ведь можно зайти на сайт stolato.ru и купить билеты по сниженной цене. Только три дня, начиная с 23 ноября в государственных лотереях Черная Пятница. Билеты лотереи Рапида в три раза дешевле, от 50 рублей. Билеты Топ-3 и 12 на 24 в два раза дешевле, от 30 рублей. Так что можно купить много билетов и выиграть кучу денег. Успей принять участие, ведь специальные цены действуют только до 25 ноября. Ссылка в описании. Солнышко еще не успело окончательно проснуться и осветить новый день своими лучами. Поэтому ему помог внезапно зазвонивший телефон. Сейчас, сейчас, прочитать... Укуся меня, пчела. Так и удивляюсь, когда что происходит внезапно. По губам можно прочитать. Укуси меня пчела. Как вы могли догадаться, Женя был безумно рад утреннему звонку Антону. Он еще не был в состоянии понять, что упал со второй полки в аспекта. Жизош, да? И в его голове крутилась лишь единственная мысль. Очень больно в ноге. Тем временем телефон продолжал заявлять о своем присутствии. Тилин, тилин. Тилин. Это важно, я очень. Тилин, тилин. Не без усилий поднявшись с пола, Женя взял трубку. Что твоя реплика? Алисики? Произнес столь знакомый голос. Антон, ты хоть понимаешь, что... Кокетливо. Нет, нет, нет. Только не говори, что ты опаздываешь на завтрак. Я тут такой рецепт устнал. Пальчики оближешь. Буду к девяти, как и обещал. Нет, это не... Буду к девяти, как и обещал. Ну все, жду, жду, жду. Спустя несколько часов раздался звонок в дверь. Звонок в дверь. Милс засуетился. На часах было 9.03. Но завтрак еще не был готов. Поэтому Антоша решил выиграть немного времени. Сейчас, заканчивай. Нинутку я не одену. За дверью послышался раздраженный и полной усталости вздох. Настя так ночью храпит. Я сегодня... Утром. Настя, правда, я сегодня... Просто что ты такая? Я слышала, ты храпел сегодня. Я тоже храпел? Офигеть. Ну, я просто заболевшая. Я тоже. Блин, я храпел, офигеть. Настя, ну да, все мы знаем, что ты заболела, поэтому храпишь. Буквально через минуту все было готово. И Антон с облегчением, выдохнув, спустил друга в квартиру. Спустил. Спустил друга в квартиру. А я так, знаешь, у меня в глазах боится еще так немножко. Я такой, типа, а что? Ребята поздоровались, и Женя решительными шагами направился к столу. Но внезапно упал на пол и застонал от боли. Что ты, Евгенька, вернись в кадр. Нет. Нет, это нет. Ай. Антон бросился на помощь. Лежи. Ты что, собака тебе нужна? Жня. Жня. Кчао. Жня, что случилось? Той утренний звонок. Похоже, что я уже много во время падения. Божечки, держись. Я сейчас бегаю с замазью. Ты куда ушел? Замази. Оставшись в одиночестве, Женя решила смотреться. В квартире был идеальный порядок, что нетипично для Антона. Но тут взгляд Жени поймал очень странный предмет. Так по сценарию же, да? Сделай ааа. Ам, ам, ам. Но тут взгляд Жени поймал странный продолговатый предмет, лежащий на тумбочке. Из-за плохого зрения он не был уверен в том, что увидел. Но страшные мысли начали проникать в его голову. В этот момент в комнату вернулся Антон. Что ты делаешь? Огурчик Антон! Подожди, подожди, подожди. Сейчас, замок, замок. В этот момент в комнату вернулся Антон. В его руке была немась. Продолжение не будет. Все. Я хочу дальше. Дальше твой. Подожди, а ты так просто закончил сценарий, то, что ты не дописал? Что ты вышел не с мазью, а с укладкой. Аа. Ну ладно. Что, тебе не нравится, что ли? Не, все нормально. Это была какая-то кульминация будет. Типа то, что ты нашел, там, и то, что будет. Как всегда. Так, а получается, теперь ты мой читаешь сценарий. О, да, да. Подожди, вернулось все на том, что я просто залетел в кадр и все. Походу. Ой, я безграмотно писал, видишь, сколько там ошибок. Вот все дуратоская. Жаня читает, все, теперь мой фанфик. Фанфик 1. Креативное название. А сына назовешь? Новый сын 1, новый сын 2. Был вечер. Антон, как всегда, слушал грустные песенки и смотрел в мониторе. Тут вдруг приходит сообщение, и он обрадовался. Но это был не Женя, поэтому он расстроился. Это была его дурацкая сестра Настя, поэтому... Но это была его дурацкая сестра Настя, поэтому тоже неплохо. Хорошего ты мнения о сестре. Вот хорошо, что она сейчас ушла. Да, кстати. Она написала вот что. Антон, срочно, Женя едет к тебе. Только не говори, что я тебе это рассказала. Кстати, получается, вот это твоя история? Типа, она будет идеально сфер и сайком. Мы не читали друг друга фанфик. Да, да, да. Это, получается, в твою историю можно было бы впихнуть в этот фанфик? После этого. Не, прям в середину. Ни фига себе. Ой. С буквы? У него преждевременно сохранять невозможно. Началась родильная деятельность. Ни фига себе. Вот только взгрустнул, а вроде опять мысли о Жене, вот это да. Он ответил Насте с псы и выпрыгнул... Я выпрыгнул с окна. Он ответил Насте с псы и выпрыгнул со стула к зеркалу. А, вспрыгнул со стула к зеркалу? Это литературное выражение. Он ответил Насте с псы и вспрыгнул со стула к зеркалу, чтобы посмотреть, как он выглядит. Он выглядел, как всегда, сногсшибательно. Фигуете, самооценка? Но не то, что Женя. О, фигуете. И он присел. Сейчас это будет очень странно звучать, но... И он присел. Ждал час. Ждал два. Ждал три. Но он так и не приехал. Я так старался, писал, а ты такой типа... Так, стоп. Откуда он знает, где я живу? Я же ему не говорил, куда я переехал. Как так? Он пошел писать Насте. Ах ты педрила, почему ты меня обманула? Тебя боженька накажет. Смотри, ты такой монтируешь под грустную музыку. Потом приходит сообщение, что я пришел. Смотришься в зеркало, облизываешься. На карты садишься, три часа сидишь, ждешь, пока я... А я что, ты не подумал, что типа... Пристел, он перечасался. Антон присел. Час, два, три. Блин, Рен, вот сюда можно мой фанфик вставить. Да. А ну тут прозвонил звонок в дверь. Антон подумал, что это доставщик пиццы, потому что... Он с горя решил нажраться. Хоть он и так на диете. У меня в холодильнике шесть шоколадок. Открывая радостно дверь, он увидел Женю. Это ты? Как ты это написал? Да-да-да-да. Нет, Камса. Да-да-да! Это я! Сказал гордо пушистик. Ой, пушистик. Где моя пицца? Крикнул, как шавка, Антон. Как шавка? Что-нибудь в самую оценке, я не понимаю. А сейчас он себя сногсшибательным называет. Выглядишь сногсшибательным. Не то, что Женя. Неловкая тишина. Какая пицца, дурачок! С пепперони и сыром! Какая пицца, дурачок! Да я люблю тебя! Я ради тебя приехал. Ответил вздыхая пушистик. Откуда ты узнала, где я живу? Слегка удивленно ответил Антон. Настя, Настенька, Анастасия, твоя родненькая? Настя, Настенька, Анастасия твоя родненькая сказала, где ты живешь. Сказал Евгений как безруков, это как... Друзья, береза. Березонька. Березонька. Блин, офигенно. Настя, Настенька, Анастасия. Дикеров с тебя безруков. Настя, Настя. Почему я безруков? Как ты вообще-то додумался? Я такой думаю, типа, знаешь, вот я всегда интонации продумываю, а тут у безруковая такая именно особенно такая. Настя, Настенька, Настя, Настя, Настенька, Анастасия. Твоя родненькая? Ты как будто... Нерзкий такой. Ты сам попросил безруков. Твоя родненькая сказала, где ты живешь. Вот так, да? Как будто... Да крайне не хватает. Сказал Евгений как безруков. Смотрите, это очень неловко, когда мы в этой жизни так не общаемся, а потом начинаем фанлик, как вот это вот... По сценарию. Ответил Антон. А почему? Это я типа я сейчас пародировал, да? Нет. Я такой, ох, а ты такая, ах, ах, ах. Сказал Евгений. Он резко взял его за талию и закончил фанфик. И вы там это вообще ни в какие вороны, зачем мы вообще это делаем? Конец. В общем, если вам интересно, следующую часть посмотреть будет на канале Женьки. Я не знаю, когда он смонтирует, но будет на канале Женьки. Подписывайтесь на Женю. Ну, с вами был Пушистый Волк и Милл Скелл. Всем удачи и всем пока. Любим ваши чувачки. Пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...